всем привет вы на моем канале карманный ураган меня зовут дина сжи прямо сейчас я нахожусь в турции я специально приехала в населенный пункт который называется герджек потому что прямо сейчас прямо здесь проходит фестиваль травы пойдемте скорее вместе со мной и я покажу что это за трава такая что за фестиваль сама еще не знаю очень интересно вот будем вместе как раз это узнавать первый раз я на таком мероприятии поэтому очень интересно музыка веселая играет все классно погодка супер конец марта вот танцую не только я одна а а а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Большая ярмарка на набережной в Гюджеке И почему, собственно, фестиваль травы? Ага, потому что очень много блюд из разных трав, по всей видимости Из разных-разных растений Но мы обязательно будем все пробовать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эти штуки, это очень сладкие, очень жирные Мне это очень напоминает Индию Потому что в Индии тоже распространено Вот такое тесто Во фритюре жарится все это В сиропе еще очень-очень сладкое Я пробовала однажды, честно Да-да-да, вот сахар Здесь это все жарится Потом это все в сиропе И вот такие штучки продаются Но я не рискну это съесть еще раз А вот это вот Я всем рекомендую, кто приезжает в Турцию, попробовать Вот эту штуку Это оливковое мыло Настоящее оливковое мыло Потрясающее просто мыло Оно мне очень нравится Можно мыть голову Можно мыть тело Лицо Кожа потом мягкая, бархатистая Не сухая, как после обычного мыла А такая увлажненная, очень приятная И стоит это все довольно дешево Такое мыло обычно продается на рынках Бабушки сами делают, сами продают Вот оно все такое Форма не очень эстетичная Но на самом деле это прям рекомендую Вот то, что нужно покупать в Турции Так, а это что-то похоже на овсяную кашу Прямо такая овсянка или перловка, что-то такое Какая-то соленая каша Ну, я думаю, что кашу не будем и дегустировать сегодня Двигаемся дальше Так, вот здесь жарят какие-то котлетки Ну, это мясные котлетки На фестивале травы Мясные котлетки, пробовать их не будем Но они есть Вот это то, из-за чего я приехала жить в Турцию Оливки Самая вкусная еда в мире То, без чего я не могу жить Еще посмотрите, вот как красиво они делают Перчики вот эти сушеные Все это домашнее, натуральное Вот такие места, они очень привлекательны тем, что здесь можно купить продукцию Фермерскую, домашнюю, натуральную, очень вкусную Это совсем не то, что продается в магазинах А мы купим мне сережечки Фортакал Фортакал речелер А, фортакал речелер Фортакал речелер это варенье из апельсинов Сейчас буду дегустировать Вот такая баночка стоит 40 турецких литров Сейчас по нынешнему курсу это в районе 300 рублей Я считаю, что это отличная цена, учитывая, что много ты этого не съешь Хендмейт джем, ручная работа Мы все закупки будем делать чуть позже Сейчас очень хочется пройтись по всему этому маркету Посмотреть, что здесь вообще есть И вам показать Карабаш Это чай? Хербал чай Биткий чай Значит, вот эти цветы Я не поняла, что какие-то турецкие растения Карабаш какой-то Но из него делают чай Вот это, кстати, татарник Он у нас растет тоже в Крыму Его можно найти А вот это очень вкусно пахнет Прям интересный запах такой Вот это то, что я очень люблю Это всякая разная керамика ручной работы Невероятной красоты просто Просто очень-очень-очень красиво Вот любое блюдо из такой посуды Будет вообще супер-супер вкусно Так, а вот здесь фестиваль травы Собственно, в том виде, в каком он заявлялся Здесь разные блюда из разных трав Мне предлагают попробовать Мне предлагают попробовать Какое-то блюдо из зелени Пахнет травой Ну, трава, она и есть трава Так А вот здесь уже перчик присутствует Русс, 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 Русс Здесь поинтереснее уже вкус А вот это, кстати, ады чай Это шалфей Очень полезное растение Его можно заваривать в чай Можно добавлять в смеси Можно прям в чистом виде заваривать в чай Да, я пила тоже чай в чистом виде А еще я очень люблю сжечь Эту штучку как благовоние Ну, вот этот шалфей прям очень-очень ароматный Красота Друзья, очередное произведение искусства Вот эти штучки сделаны из тыкв Это тыква-горлянка Которая несъедобной является Но у нее плотные такие стенки И из нее можно делать всякие разные изделия Из нее посуда делаются, всякие разные штучки А вот здесь такие декоративные, очень красивые Ну, прям произведение искусства И вот я вижу, что здесь даже идет провода То есть там, скорее всего, это как светильник сделано А вот, посмотрите, какая штучка Найт лэмп Да, то есть действительно, это все ночники такие Это очень красиво Чок гузель Чок гузель Вот, даже поклонники Ататюрка Ататюрк Чок гузель В общем, мастера здесь тоже разные всякие представляют свои работы Так, ну а мы переходим на ту сторону к еде Глаза разбегаются Ладно, давайте дальше двигаться Вот это бал Гузель Вот такую ложку можно для меда приобрести По-моему, классная ложка вообще Одно удовольствие такой ложкой кушать Покупай мне ложку Оператор дает добро Вообще, конечно, да, произведение искусства Вот одно удовольствие Это, конечно, это очень красиво Вот, когда такая посуда Невероятная энергетика И все такое вкусное Вот, все такое красивое Вот, прям приятно Вот, я желаю, чтобы у всех была посуда ручной работы Это очень красиво Ну все, ложку я себе купила Поддержим, так сказать, местного производителя Так, ну что, кажется, наш репортаж перетекает в новое русло Репортер завис на всяких разных штучках Мне кажется, репортер заработал себе на новые сережки Ага, вот еще мне предлагают пояс Но я думаю, что сережек мне достаточно На самом деле Меняю свои якоря На вот такие прекрасные турецкие серьги Ручной работы Хендмейт Да, я делаю Чок гюзель Я делаю все, что я делаю Ага Вашим таки, встом таки, встом таки, встом таки Ага Шунгар пилан, встом таки, встом таки, встом таки О, гюзель, гюзель А дэнэ? Сабриэ Сабриэ? Сабриэ Мы переместились в мужской отдел Здесь всякие разные эти Ну как их Как это называется у вас, да? Ножички, оружие, орудие Клинки Ятаганы Что тут еще? Палицы А вот смотрите Классно Из вилок, ложек Просто, ребята Просто вот Вот вам всем И тут из ложек сделаны такие классные штуки Вот, кстати Лягушка Слоник Черепашка Самолетик Вилки, ложки Вот парочка сладкая Мосовик-затейник Кто-то сделал такую штуку Ну что, друзья Мы уже обошли Вот так вот Весь этот рыночек Который на набережной расположился И, кстати, гюджек Еще знаменит тем Что это центр яхтинга В Турции Поэтому За мной видно огромное количество яхт Ну, а мы прямо сейчас Уже проголодались Я думаю, самое время Направиться к еде И уже начать пробовать Все это вот вкусное Что там готовят и продают Погнали Следующая точка Которой мы подошли Это точка с фрешем Свежевыжатые соки И посмотрите, как красиво все оформлено Листья апельсина Апельсинчики лежат Прям вот так и манит Такой райский уголок И здесь вручную делают сок из апельсинов И есть еще гранатовый сок Маленький стаканчик стоит 10 лир И большой стоит 15 Биртаны кчук Бирбюк Бир портокал Гу микс Нар портокал Та-ма? Та-ма Та-ма Мы заказали два сока Один маленький, один большой Один апельсиновый А второй микс Апельсин и гранат Никакой бодяги, друзья Никакой воды Только сок свежевыжатый Из вот этих прекрасных Очень сладких апельсинов Сейчас апельсиновый сезон в Турции И апельсины стоят довольно дешево И они очень вкусные, сладкие Прям чок гузель Репортер очень непредусмотрительно На фестиваль еды Надел белое Уже успел обляпаться Ну, друзья Зато все, как говорится, непостановочно Все вживую Все показываем, как оно есть Так, я пришла пробовать очередную траву Вот тут большая кастрюлька Мне выдали ложку Сказали, пробуй Сейчас я возьму, попробую Что это такое Ну, ребят, трава Она и есть трава На вкус как трава Но вот эту штучку мы покупаем Это суберик Это тесто Да, вот здесь с зеленью и сыром Вот такая вот штучка Очень-очень вкусная Я подозреваю Я прям Я уже не выдержу А сейчас будем покупать лепешку и гюзлеме Вот обратите внимание, как их готовят Катают тонкое-тонкое тесто Кладут начинку И вот на таких специальных печках Все это обжаривается с двух сторон И получается вот такой вот Турецкий чебурек Гюзлеме Мы набрали еду И сейчас Пойдем вот Шикарная тут площадочка Будем кушать Это мерцемек чай кефта Этсизма? Этсизма Мерцемек булгур Ешелик, бахарат Красная чечевица, булгур Пряности и зелень И соан И лук Мято Мято Да, то есть разная еще зелень И вот эти штуки очень вкусные Я помню, нас их угощали Пять штучек стоит 10 ливий Пять штучек стоит 10 ливий Я думаю, сейчас купим Да, и с удовольствием это поедим Вместе с нашими гюзлями Вот, еще принято всегда к таким штучкам давать лимон и зелень Поэтому вот такая пачечка Все, все, все Как приятно общаться с турецкими жителями Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Фестиваль травы в самом разгаре, разгар дня, приехало очень много людей, отличная погода, движуха, много новых добавилось, ярмарочников, люди самые разные продукции представляют. Мы уже накупили здесь кучу всего, начиная от украшения и заканчивая едой. Сложно очень удержаться, потому что все такое классное, необычное, интересное. Поэтому все, кто в Турции и знает, что такие мероприятия проводятся, обязательно рекомендую посетить. Здесь очень аутентично, очень необычно, очень много действительно классных вещей можно здесь приобрести. Ну невозможно здесь не тратиться на еду, поэтому я опять купила вот эти мержемек чайки-офты, такие маленькие котлетки из чечевицы. И смотрите здесь тоже сколько блюд из разной зелени, а вот это, кстати, кекс из шпината. Вот вам фестиваль травы. Так, друзья, я созрела на варенье апельсиновое, и посмотрите, как красиво оно оформлено. Вот палочка корицы, да, так все с душой сделано. А вот здесь веточки розмарина, да, тоже лавр, это варенье из клубники, варенье из яблок, лапша из шпината домашняя, домашний хлеб. Вот, все очень-очень красиво, аппетитно, вкусно. Уверена, что это очень вкусно, поэтому берем обязательно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, друзья, по-моему, совершенно прекрасный получился день. Прекрасный фестиваль травы, да, все поняли, надеюсь, теперь, почему фестиваль травы так называется, да, и про какую это траву. Сегодня отличный, просто замечательный солнечный день, конец марта, напоминаю, что вы смотрите мой канал Карманный Ураган, и впереди вас ждет еще очень много интересных сюжетов про Турцию и не только, поэтому подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, все мои контакты на различные соцсети есть в описании под этим видео, и до новых встреч на моем канале.